Друзья, всем привет! У нас на тесте обновленный Hyundai Santa Fe, хотя мне честно хочется сказать, что это новый автомобиль. Просто посмотрите, как он выглядит. На нем нет практически ни одной запчасти от старого. Он увеличился в размерах, он стал длиннее, он поменял и полностью экстерьер, и интерьер, и даже кресла задние, которые там как-то сместились на 15 миллиметров вперед, это тоже большая разница. Ну, по сути, остались, наверное, только агрегаты, и то не все такими же, как были в Santa Fe в дорестайлинге. И здесь как раз явная разница между подходом японцев, которые сейчас практически остановились в развитии, очень маленькими шажками двигаются, и корейцев, которые просто вот их не то что догоняют, наверное, обгоняют огромными-огромными прыжками. И этот автомобиль наглядно это демонстрирует. Так, ладно, не буду повторяться, давайте посмотрим в деталях, что же это за машина такая. Поехали! Ну и традиционно начинаем с дизайна, и, конечно же, с этой невероятной морды. Кто-то скажет, что они повторили просто Nissan Juke или Jeep, у которого точно так же наверху были габариты. Здесь основной блок оптики, но просто посмотрите, как они нарисовали эту машину. Она больше похожа не на конкурентов, а на какого-то насекомая. И поэтому я, например, до конца не определился, нравится мне эта машина или нет. Но то, что она выглядит необычно, это абсолютно точно. И здесь опять же подчеркивается то, что корейцы уже перешли от того момента, когда они делали просто машину для передвижения пространства, к тому, что уже можно выпендриться. И каждый новый тест, который я делаю, я рассказываю вам одно и то же. И каждый раз это все подтверждается. Это еще один шаг вперед. Но, опять же, когда вы начинаете увлекаться слишком сильно красотой или какой-то вычурностью, вы приходите к тому, что, допустим, облицовка радиатора, вот эти вот все накладки, посмотрите, это все абсолютно непрактичный какой-то глянцевый, не алюминий, а глянцевый какой-то пластик серебристого цвета. Что с ним будет, когда пойдет камень, когда вы наедете на веточку или что-нибудь такое? Ну, понятно, он будет выглядеть очень плохо. Но для того, чтобы просто создать впечатление, пустить пыль в глаза в первый момент времени, это идеальный вариант. И здесь, если мы посмотрим дальше, посмотрим на немцев, то мы увидим, что, да, они любят точно так же добавить много всяких штучек-дрючек, хрома или там крашеного в базе пластика, но там это все, ну, скажем так, немножко продумано. То, к чему хотят прийти корейцы, добавив премиальности своим автомобилям, пока они еще вот этого не поняли. Они пока делают эти элементы, но они не рабочие. Ну, а у тех же самых немцев, вспомните, мини-кантримен, у которого тоже очень много такого стайлинга, но это пластик, покрашенный в базе. Поэтому, если вы его поцарапаете, то внутри он будет не черный, а он будет такой же серебристый. Здесь этого, к сожалению, нет, поэтому мне пока даже вот как-то страшно представить, что будет с этим автомобилем там через 100 или там 150 тысяч пробега. Но выглядит он однозначно необычно. Чтобы уберечь себя от неприятностей, стоит уже при покупке автомобиля, а еще лучше до, подумать над оформлением страховки. Рекомендую вам попробовать онлайн-сервис страхования Маффин, партнера этого видео, с помощью которого можно быстро и удобно оформить страховки Каско и ОСАГО разных компаний. Сервис работает онлайн. Вам не нужно будет разбираться в нюансах и высчитывать текст, написанный мелким шрифтом. Маффин все сделает за вас. А на примере любого современного автомобиля и этого Сантафе в частности можно убедиться, что, несмотря на всю брутальность и размеры, машины становятся все более хрупкими, и страховые случаи поджидают вас практически во всем. Поэтому без страховки никуда. Работает все просто. Не надо никуда ехать или вызывать сотрудника. Устанавливаете приложение, заполняете данные, высылаете фотографии, и, что важно, вы сами контролируете, какие опции выбрать в полисе. Также у Маффин есть служба заботы о клиентах 24 на 7, в которую можно обратиться в любой момент по вопросам оформления или страхового случая. А для вас мы подготовили скидку в 10% на каско по вот этому промо-коду. Одной фразой, если нужно что-то решить, лучше звоните в Маффин. Больше подробностей смотрите по ссылке в описании. Ну и раз уж мы оказались здесь, около передней оптики, то нужно отдельно отметить и похвалить корейцев, то, что, во-первых, здесь, смотрите, в топовых комплектациях используются линзы, можно и поругать корейцев, то, что в базовых они опять поставили рефлекторы зачем-то. Но эти фары действительно светят очень хорошо. К сожалению, я не снял, как они светят, но поверьте мне на слово, они пассивные, они не имеют подсвечивать повороты, не умеют вырезать встречный попутный транспорт, но светят просто шикарно. Равномерный поток света, обалденный, по яркости, по всему. Я даже не знаю, почему здесь нет, во-первых, омывателя, и, во-вторых, нет автокорректора, потому что у вас корректор есть внутри автомобиля. Но светят они просто шикарно, это тоже огромный плюс. Хотя, опять же, я еще дальше об этом скажу, что когда мы начинаем видеть вот такие вещи, когда мы покупаем такой автомобиль, и нам все это нравится, мы начинаем требовать большего. А большее пока Hyundai предоставить вам не может. В профиль особо рассказать нечего. Машина узнаваема, тот же самый Santa Fe. Здесь уже таких вычурных решений нет. Но, в целом, автомобиль стал длиннее, поэтому можно сказать, что это тоже не совсем рестайлинг. Обычно рестайлинг ограничивается той же самой колесной базой, а здесь корейцы умудрились колесную базу тоже увеличить. Ну и в задней части безумие с точки зрения серебристого стайлинга продолжается. Здесь такие же огромные глянцевые пластиковые накладки. Хотя, что это корейцы все-таки услышали, потому что вот здесь, посмотрите, такой шершавый, приятный и явно царапоустойчивый пластик все-таки есть. Ну а в целом автомобиль тоже узнаваем. Здесь нет такой большой разницы в дизайне, как спереди. Но при этом они добавили новую светографику задних фонарей, которая стала, опять же, в стиле корейцев напоминать немцев. И ночью вы не можете понять, то ли это Hyundai, то ли это уже какая-то Audi. Ну вот такие они, ребята. Выхлопа у нас нет, он спрятан, как любят, опять же, немцы, где-то там под нищим. Так, ну и посмотрим салон. Здесь есть тоже о чем рассказать. Посмотрите, как он выглядит. Посмотрите, как он выглядит. Вспоминайте мой ролик, когда мы разыгрывали с Академиком и Жекичем Дубровским в Сонату, где я отдал автомобиль на тюнинг в ателье А1, и там переделали салон, он действительно выглядел роскошно. Так вот, сюда вот так вот заглядываешь, на первый взгляд здесь тоже просто ошеломительно выглядит интерьер автомобиля. И я в свое время хотел сделать одну рубрику. Ну, точнее как, я ее сделал, но не стал особо сильно продолжать. Это ожидание реальности. Я хотел показывать, как нам представляют автомобили где-нибудь там в рекламных материалах, на сайтах и во всем остальном, и как они выглядят на самом деле. И самый яркий пример, это как раз салоны. Вы зайдете на сайт любого производителя, да там хоть УАЗа, и увидите, что просто невероятно классно выглядит интерьер. Но когда вы подходите к автомобилю и смотрите внутрь, а как-то немножечко все это отличается. Так вот, здесь история абсолютно не такая. Вы смотрите на этот салон вот так вот, просто со всех сторон, и понимаете, что вау, даже если машина будет стоять на солнце, даже если она будет вся грязная где-то там в пыли на парковке, это все равно будет выглядеть абсолютно вот так. Ночью даже. Очень круто. Ну и дальше вы смотрите на салон и понимаете, что это тоже новый автомобиль, а никакой не рестайлинг, потому что здесь, по сути, поменялось чуть ли не все. И опять же, как только вы начинаете так детально вглядываться, вы понимаете, что вау, здесь прям хорошие материалы. Все вот это ионоплазменное напыление сделано так, как будто оно выглядит как алюминий настоящий. Кожзам выглядит как кожа, на ощупь он приятный. Экраны, ну что, здесь даже вот придраться не к чему. 12,3 дюйма панель приборов, 10 дюймов мультимедийная система. Здесь такие все приятные кнопочки, регуляторы. Все прям классно. Джойстик управления, коробка передач. Смотрите, вот настройки климат-контроля. Выглядит прям дорого и богато. И это действительно так. Ну а про кресло я уже говорил. Но это прям вообще отдельный просто какой-то фетиш. И опять же, не только на картинках это выглядит так, но и глазами. Ну и если взять дорогую версию, как у нас с хорошей музыкой, Харман Кардон, то посмотрите, какая еще и будет дверная карта. Вот такая вот она объемная, прикольная. Как будто, знаете, какое-то архитектурное бюро делало оформление двери. И вот так это все выглядит. Ну то есть прям классно. Хотя проблемы, конечно же, есть, как всегда. И о них чуть позже. Так, второй ряд сидений у нас отличается тем, что он сместился, как я уже говорил, по расстоянию. У нас немножко уменьшился багажник, но зато увеличилось расстояние здесь. Поэтому в ногах у вас все хорошо, все просторно, прекрасно. Место есть и для ступней, и для коленей. Ну вообще никаких проблем нет. Плюс, опять же, качество материалов неплохое. И отделка кожи, и та же самая вот эта фактура акустики. Вся она здесь есть. Шторки механические для пассажиров тоже есть. И опять же, посмотрите, два USB-разъема Type-A, и даже 220-вольтовая розетка. Ну то есть прям все очень и очень хорошо. Да, здесь пассивный климат-контроль. Да, не самые удобные вот эти вот фиксаторы воздуховодов, которые выключают воздух, но на самом деле не выключают его. Но в целом все очень и очень классно. Ну и багажник. Как я уже сказал, за счет того, что сместили второй ряд сидений, здесь немножко стало меньше места. Вот это вот расстояние продольное уменьшилось. Здесь же уже, опять же, видно, что начали экономить клипкая шторка, но при этом продуманное пространство. Смотрите, здесь у нас один подполн, где инструменты и еще одна ниша, куда можно поставить кого-нибудь огнетушитель или какие-то жидкости. И вторая ниша большая, где аж три органайзера. Так что вы можете все спокойно здесь спрятать, убрать, и по салону ничего летать не будет. При этом и сам багажник, даже с этими нишами, достаточно объемный и большой. Ну это прям огромный плюс. Единственная странная вещь, что 220-вольтовая розетка почему-то находится на втором ряду сидений, а не в багажнике. Хотя здесь бы она, мне кажется, прям очень и очень пригодива. Но в целом, в целом зачет. Ну и когда вы начинаете ехать, первый момент, вам кажется, что тоже все прекрасно. Ну, во-первых, на российском рынке машина представлена с тремя двигателями. 2,5-180 сил как база, 2,2-дизель 200 лошадиных сил как такой оптимально средний вариант, ну и топовый 3,5-й В6 на 249 лошадиных сил. Но, как только вы чуть-чуть ближе познакомитесь с автомобилем, вы понимаете, что ага, вообще-то 2,5 литра не очень-то хорошо едет. Нажимаете на педаль газа и понимаете, что и звук, и динамика неудовлетворительны. Плюс с этим двигателем установлен шестиступенчатый автомат, и это означает, что и обороты у вас будут повышенные, и динамика будет не очень, и расход топлива, что самое важное для такого автомобиля, тоже так себе. Дальше у нас идет дизель. С дизелем все понятно. Дизель последнего поколения, с роботом, с двумя сцеплениями, тот самый, который у нас устанавливается на Sorento, ну и дальше идет 3,5 V6, с которым как бы тоже все понятно. Классный двигатель, достаточно динамичный, но если вы, опять же, покопаетесь и поездите на нем, то поймете, что для 249 сил он недостаточно быстрый, ну и плюс расход топлива, конечно, у него будет аховым. Так что в этом плане получается, что с одной стороны все клево, а с другой стороны, при ближайшем рассмотрении вы начинаете придираться к мелочам. И в этом-то основная проблема. Почему? Потому что корейцы по той самой пирамиде масла, про которую я каждый раз тоже отвержу, они уже перешли на следующий этап. Поэтому, когда вы начинаете смотреть на автомобиль, который просто перемещался в пространство, это одно. А когда вы начинаете смотреть на автомобиль, который уже претендует на что-то большее, это другое. И здесь как раз именно вот эти все нюансы и вылезают. Получается, что оптимальный вариант это либо дизель, либо 3,5 литровый мотор, у которого стоит уже современный 8-ступенчатый автомат. А вот этот вариант ни туда, ни сюда. Но на минуточку эта машина вот в нашей комплектации стоит 3 миллиона где-то 100 тысяч рублей. То есть это приличные деньги. И за эти деньги вам хочется получить гораздо больше. Но проблема нашего рынка в том, что рубль постоянно обесценивается. И если 3 миллиона 100 тысяч рублей два года назад это был премиальный какой-нибудь там X3 с двухлитровым дизелем, с набором опций, то сейчас это Hyundai Santa Fe. А премиальный немец будет стоить уже в полтора раза дороже. И в этом-то как раз нюанс. А так ребята переработали здесь почти все. Подрамник, подвески, рулевое управление. И более того, Hyundai проводила тесты специально в России. Машина в камуфляже ездила по российским дорогам. И после этого вносились изменения. Шумоизоляция, правда, не поменялась. К сожалению, только на холостом ходу удалось ее улучшить. Но было понятно, что корейцы смотрят на наш рынок и пытаются его окончательно захватить. И делаю доработки специально для нас. Но, блин, говорю, вот мелочи в нюансах. Но, опять же, раньше я просто об этом бы не стал задумываться. Что у вас тут кожа не та, у вас там что-то сморщилось, кнопочки как-то неудачно сделаны или еще что-то. Да просто классно сделали машину, поставили дизель, уже счастье. А сейчас, когда уже все это есть, когда мы уже к этому привыкли, когда мы уже начали получать какой-то избыточный дизайн, избыточные технологии, хочется получить еще что-нибудь. Типа комфорта, типа шумоизоляции, типа супер-супер качество материалов, подгонки, всего и так далее. Поэтому появляются вот эти вот претензии. Или та же самая центральная консоль. Вот вроде бы клево сделали, поставили джойстик, но есть нюансы. Убрали старую кучергу, все классно. освободили огромное количество пространства и добавили нишу. Но где она? Вот вы сидите водителем, да, и вы не понимаете, что там добавилась какая-то ниша. У вас очень мало здесь на самом-то деле места. Но если посмотреть вот сюда, то вы увидите, что да, действительно, здесь очень много места. Там даже есть 12-вольтовые розетки и USB-разъем, но как узнать о том, что там это есть? Хороший вопрос. Я узнал, когда я садился с пассажирской стороны, что-то я там делал, и это увидел. Ну и плюс, даже окей, если об этом знать, то эта ниша максимально неудобно хранить там что-то просто невозможно. То же самое и здесь. В центральной части, посмотрите, один огромный USB, зарядка беспроводная и два очень странных подстаканника. Ну то есть, с точки зрения рационального использования пространства, здесь все плохо. Ну и дверные ручки, посмотрите, вроде бы они тоже как бы алюминиевые, но на самом деле вот вы их трогаете, понимаете, что это какая-то дешевенькая-дешевенькая пластмасса. Никакого веса, неприятного холода, ничего. Дальше. Это отделка, про которую я много раз говорил, что нельзя использовать аквапринт, который будет имитировать карбон. Ну вот, в Hyundai как раз пошли именно по этому пути. И здесь эта вот имитация карбона, она, все старания дизайнеров, все старания инженеров, которые разрабатывали этот интерьер, ну, сводит на нет. Потому что дорогая кожа, красивые формы дверных карт, это все разбивается вот об этот супер дешевый, как будто вы в Жигулях, аквапринт. Ну, как это было возможно? Ну, и кожа, если это кожа, конечно, в итоге, при ближайшем рассмотрении выглядит как-то немножко пожеванной. Или шумоизоляция салона. Никаких двойных стекол, никаких супер технологий нет. И даже, знаете, они добавили здесь связь с пассажиром, специальное менюшко, вы заходите и можете разговаривать с людьми, которые сидят сзади. Ну, конечно, это в большей степени сделано для третьего ряда сидений, но про третий ряд сидений я уже много-много раз рассказывал, что это абсолютно бесполезная фигня на кроссоверах вот такого, по крайней мере, размера. Если он не будет пять метров, то сзади разместиться могут только дети, ну, и то с большим трудом они будут вас ненавидеть потом. Но они здесь сделали связь через микрофоны и динамики. Зачем? Лучше бы улучшили шумоизоляцию, тогда бы все работало само. Не работает. Вот, посмотрите, 80 кг в час. Даже нарушить правила дорожного движения я смог только вот сейчас. Все это время я держал педаль в пол. Конечно, 6-и передач для современного автомобиля, для современной динамики не хватает никак. Если вы не разбираетесь в автомобилях, если вы не понимаете продольное, побережное расположение двигателя, если вас интересуют просто потребительские качества машины, то это вообще идеальный вариант. Ну, собственно, продажи и показывают то, что большая часть людей не разбирается во всех этих технических нюансах, им это вообще не нужно. А им нужно получить классный, комфортный, удобный автомобиль. И это он. Ну, и по подвеске даже особо сказать нечего. Все абсолютно адекватно и нормально. Не могу сказать, что она жесткая, не могу сказать, что она мягкая. Не все со мной согласятся. Кто-то думает, что она слишком жестко проходит неровности. Но вы просто сядьте в Tiguan и попробуйте на нем покататься по третьему кольцу и сразу поймете, где жесткая, где мягкая. Точно так же, как на Kia Sorento, здесь есть ассистенты вождения. И точно так же, как на Kia Sorento, работают они так себе. Это и удержание в полосе, это и подруливание, которое автоматически каждый раз включается и каждый раз с большим трудом выключается. А проблема-то в том, что в комплектациях, которые вы можете купить, все эти ассистенты вам предлагаются как бы так в нагрузку. Вы не можете взять машину без этих дурацких ассистентов, но, например, с хорошим мультимедией или с салоном побогаче, или с фарами подороже и так далее. То есть вам в любом случае этих ассистентов положат и вы в любом случае за них заплатите. Но работают они так же, как в Sorento, пока не очень. Но при этом традиционно можно похвалить и графику панели приборов, которая каждый раз изменяется, и Drive Mode, который вот так вот красиво все это делает. Все это работает хорошо, классно, с каждым поколением, с каждым улучшением. Оно становится все более современным и это здорово. Ну и еще забавный момент, это мультимедийная система, точнее их поколение. 8 и 10 дюймов, 8 средний вариант, 10 получается топовый, отличаются с точки зрения производственного поколения. 8-дюймовая мультимедиа-система более совершенная, чем 10-дюймовая. Поэтому в 10-дюймовый у вас доступен только проводной Apple Complay Android Auto, а в 8-дюймовый беспроводной. Но, учитывая то, как это все работает, и учитывая то, что по проводу работает вообще без проблем, в принципе, переживать на эту тему не стоит. На этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал Традиционно прошу, если нравится то, что я делаю. И до новых встреч. Фары, надеюсь, протестируем в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok